Священник Дмитрий Борицкий Священник Дмитрий Борицкий Священник Дмитрий Борицкий Священник Дмитрий Борицкий совершитель треп, совершитель обрядов. Это человек, который несет Слово Божие. Вот это служитель Слова в первую очередь. И поэтому этот человек, священник должен быть человеком, которого готовы услышать окружающие люди. Вот, ну, если нам придет... А воспринимать будут только... Совершенно верно, да. Воспринимать человека могут только с 30 лет. Но это закон общества. Вот, и в древнем мире этот закон очень строго соблюдался. То есть, если мы возьмем, допустим, Римскую империю, то человек, и греческие полюсы, то человек получал право голоса только с достижением 30 лет. Вспомним, допустим, служение Христа во сколько началось? В 30 лет. Почему? Вот, не потому, что Христос пришел в меру своих сил, а потому, что он понимал, что до 30 лет его просто никто слушать не будет. Вот, и поэтому именно в 30 лет он вышел на свое общественное служение. А вы во сколько приняли сам? Дьяконом я стал в 28 лет, священником в 29. Все по экономике? Ну, практически, практически. Вот, но здесь нужно, наверное, заметить такую вещь, что это не такие небезусловные нормы, небезусловные ограничения, потому что мы видим, что на протяжении церковной истории, да, и в церковной традиции многие люди принимают священный сан и в 18 лет, и в 20 лет, и в священном начале этому не препятствует. Почему? Вот, но я думаю, что это связано с тем, что порой человек созревает раньше, вот, и трезвенность какая-то, трезвый взглядов на жизнь его появляется в раньше. То есть для кого-то нужно прожить долгую жизнь, допустим, до 40 лет, чтобы стать взрослым человеком, действительно, в полном смысле этого слова, для некоторых хватает и 20 лет. А с какими трудностями вам пришлось столкнуться в первое время служения? Ну, трудности разные были. Ну, вот как можно сказать, поскольку все-таки я выходец из семьи священнослужителя, вот, и поскольку я к тому моменту, к моменту своего рукоположения закончил духовную семинарию, то внешних каких-то трудностей у меня не возникало. То есть, в принципе, я знал, что такое церковная действительность, вот, я знал, с чем мне придется столкнуться, вот, хотя бы как мирянину. Вот, я знал богослужение, вот, то есть мне не приходилось заново изучать богослужение, или я не делал каких-то ошибок грубых во время служения, не тратил времени для того, чтобы его изучить. Однако были трудности, скорее, такого внутреннего порядка. Ну, например, меня очень долго смущало, когда человек ко мне обращается, как отец такой-то, отец Дмитрий, вот, или когда мне говорили «батюшка», или мне было неудобно, когда у меня просили благословения, вот, а потом после этого целовали руку. Вот, то есть я чувствовал какое-то, ну, я был в смущении перед человеком. Ну, кроме того, мы знаем, что священник, он питается, что называется, откануна. То есть еще питается, чем Бог пошлет. Вот, зарплаты у священника ненормированные, вот, и поэтому очень часто приходится в буквальном смысле принимать подаяние. Вот, для молодого человека, который полон сил, который готов на себе мешки таскать, вот, иногда, ну, иногда это его может просто привести в смущение. А более взрослому человеку, думаете, это не приведет его в смущение? Если этот более взрослый человек только начал свое служение, это также его приведет в смущение. Вот, но потом, как вы понимаете, появляется то, что называется профессиональная деформация, вот, и ты просто привыкаешь к этим вещам. Вот, ты привыкаешь к тому, что, там, допустим, староста храма после богослужения выносит тебе сумочку, в которой, там, рис, да, макарошки, вот, там, яблочки, конфетки для детей. Для тебя это становится нормой. Но по первому времени, конечно, это смущает. Вот, кроме того, мы знаем, что священник живет на подаянии прихожан очень часто. Вот, иногда стоишь, даешь крест, и какая-нибудь бабушка прям под крест сует тебе денежку, там, тысячу рублей, или пятьсот рублей, или десять рублей, говорит, батюшка, помолитесь. Вот, и вот, или иногда вот машину осветишь, денежку тебе дадут. И вот на такие вещи приходится священнику жить. И, конечно, по первому времени это очень сильно смущает. То есть ты чувствуешь себя каким-то, ну, не знаю, слово такое не очень хорошее, ждивенцем. Вот, вроде бы, ты ничего не делаешь, ты делаешь то, что ты привык делать, ты делаешь то, что тебе приятно. То есть, по сути, что ты молишься, а тебе за это еще деньги дают. Вы достаточно молодой священник, к вам, наверное, часто приходят за советом. Вот, если трудный какой-то вопрос, вы сами пытаетесь дать совет, или посылаете более опытному духовнику? Священнику. Да, люди действительно очень часто приходят, вот, и иногда вот некоторые пытаются разделить. Вот есть исповедь, а есть совет. Вот, но мне кажется, это немножко искусственное разделение. Любая исповедь в храме, она превращается в просьбу человека помочь ему. Потому что человек приходит на исповеди и зачастую не кается в своих грехах, вот, а спрашивает у священника какого-то совета. Он рассказывает свои трудные ситуации жизненные, вот, он плачется священнику. И священник, конечно, должен поддержать. Вот, но зачастую вот те вопросы, с которыми приходит человек, те недоумения, они не предполагают наличие какого-то глубокого духовного или житейского опыта у священника. И поэтому большинство вопросов, с которыми ко мне приходили или приходят люди, вот, это те вопросы, которые я могу разрешить в силу того, что я сам происхожу из священнической среды или в силу того, что я получил семинарское образование. Ну, например, батюшка, вот как читать Евангелие, да? Вообще нужно читать Священное Писание. Вот какую молитву мне нужно прочитать за умершую дочь, да? Как мне, допустим, бороться с грехом пьянства? Вот, ну, вот такие вот вещи. То есть, в принципе, имея семинарское образование, имея некий небольшой житейский опыт, человек может умозрительно, да, дать ответ на эти вопросы. Если человек происходит с какой-то серьезной проблемой, вот, но в основном это житейские проблемы, то здесь, ну, есть такая практика, есть такая традиция, нас этому учат в семинариях, нужно отсылать к более опытному священнику и не стесняться этого. Вот, ну, конечно, здесь все вставляется на ваш личный суд. Вот, то есть, вы сами должны решить. Вот, по зубам вам эта ситуация, под силу она вам. Можете вы разрешить эту ситуацию, исходя из своего личного, житейского и духовного опыта, или не можете? Если не можете, то, конечно, нужно отсылать к более опытным старшим товарищам, вот, к вашим, ну, к собственным наставникам. А бывало такое, что вы даете совет, а потом люди приходят и говорят, а вот вы мне так посоветовали, а стало еще хуже. Вот что вы в таких ситуациях делаете? Ну, вот конкретно таких ситуаций в моей практике не было. Были немножко другие вещи. Были такие случаи, когда ты привязывался к человеку, и человек привязывался к тебе. И, допустим, ходил только на исповедь к тебе. Вот, и поскольку у тебя есть свое видение, вот, духовной реальности собственной, у каждого священника оно свое, вот, хоть церковь и одна, вот, каждый мы по-своему воспринимаем и Христа, и церковь, и таинство церковное, и предание, собственно, церковное, то вот это же твое видение, оно переходит и к человеку. И потом, когда у человека возникает какая-то сложная ситуация в жизни, и вот эта вот ситуация, она входит в разрез вот с этим сформированным уже видением, которое сформировано под твоим влиянием, да, под влиянием священника, то, конечно, у человека возникают какие-то недоумения, вопросы. И иногда для человека это стресс. И он приходит, и, что называется, может батюшке, ну, извините, как говорится, предъявить, да, сказать, батюшка, ну, вот, вот вы меня учили так, вы во мне прививали такой взгляд на жизнь, а оказалось-то все совсем иначе. Вот, и вот в таких случаях, это сложные случаи, сложно человеку объяснить, как действовать дальше, и, наверное, невозможно объяснить, как действовать дальше. Вот, и тогда происходит некий разрыв, да, между священником и человеком, очень болезненный разрыв. Вот, и поэтому, ну, мудрые уже люди, которые прожили жизнь, вот, которые в священном сане очень давно, они говорят, что священник не приручал человека к себе, да, чтобы он держался всегда человека на дистанции. Вот, он ни в коем случае не должен подчинять свободную волю человека самому себе. Вот, человек сам должен делать выбор и чувствовать, что священник это просто помощник, да, это спутник, который идет рядом и просто помогает ему разобраться в той или иной ситуации, как поводырники, да. Обыкновенно, вот, когда люди приходят и спрашивают батюшка, вот, как мне поступить, допустим, вот, муж, допустим, бьет меня, да, он алкоголик, он меня бьет, вот, вот, что мне делать, мне разводиться или не разводиться? То есть вопрос сложный, и от ответа зависит судьба человека. Вот, что может священник ответить в таком случае? Если священник скажет, разводись однозначно или не разводись однозначно, это будет неправильно. Вот, он должен показать человеку дальнейшую перспективу в своем видении, да, ну, вот, смотри, если ты разведешься, будет то-то, то-то и то-то, скорее всего. Если ты не разведешься, будет то-то и то-то. Но выбор он должен оставить самому человеку. Или же бывают такие случаи, вот, приходит, допустим, опять же, человек к тебе на исповедь и спрашивает, батюшка, вот, меня обижают, допустим, там, родственники меня обижают, квартиру хотят отнять, да, вот, делим мы квартиру, судимся, случаи очень частые. Вот, как мне поступить? Опять же, вот, что сказать священнику? Вот, лучший вариант взять Евангелие, сказать, вот, видишь, Христос Евангелие говорит так-то, да, вот, если тебе есть силы, поступай, как Христос говорит. Если в тебе нет сил, ну, опять же, на твое усмотрение все, ты сама должна или сам должен принять выбор. И вот мне кажется, вот такая позиция священнику по отношению к человеку самая правильная. То есть священник не должен навязывать человеку свое видение, да, он не должен заставлять или подсказывать человеку уже готовый вариант ответа. Вот, все-таки священник это не старец, вот, и не всякий священник старец. Вот, он должен предложить человеку церковное учение, да, евангельское учение, вот, показать образец Христа и оставить, некую свободу для действий. Вот, а то бывают случаи комичные, люди приходят, говорят, батюшка, вот, в какой, в какой цвет мне покрасить, там, стены дома? В зеленый или в оранжевый? Вот, и вот стоит батюшка иногда и думает, ну, что ж посоветовать, в зеленый или в оранжевый? Вот, и, конечно, вот в этих случаях нужно человеку оставлять, вот, выбор за ним, за человеком, за самим, показывать ему образец евангельский, говорить, а теперь вот решайте сами. В противном случае, ну, ждет катастрофа, какие-то непонимания между священником и этим человеком, потому что однажды их интересы столкнутся в любом случае. Многих прихожан смущает молодой возраст священнослужителей, недостаточно опытный, там, жизни не видел, там, какой он может совет дать, допустим, да? Вот вы как относитесь к этому? Понимание прихожан, мне, непонимание, недоумение прихожан, вот, по поводу молодого возраста священника мне очень понятны. Особенно, если этот священник начинает исповедовать, и у него появляется, вот, то, о чем мы говорили, вот этот менторский тон. Вот, если священник начинает именно руководить человеком. В этом смысле очень хорошая практика есть в греческой церкви. Исповедовать молодым священникам или тем священникам, у которых нет на то специального архиерейского благословения, запрещено. То есть есть те священники, которые совершают благослужения, которые, допустим, проповедуют, которые крестят. Есть те священники, которые вместе с этим занимаются только исповедью, вот, духовники так называемые. Обыкновенно духовник назначается по решению архиерея, это самый опытный, самый мудрый, такой проницательный человек, человек, у которого есть талант общения с людьми, да, у которого есть некая такая духовная трезвость, трезвенность внутренняя. Вот такой человек назначается архиереем для того, чтобы нести вот это вот послушание духовника. В нашей церкви, к сожалению, такой практики нет. Вот сейчас. И поэтому любой молодой священник, вот он в силу обстоятельств вынужден идти на исповедь. И поэтому, конечно, возникают и комические, и трагические случаи, когда 20-летний парень или 18-летний начинает указывать 50-летней женщине или мужчине, что ему делать и как правильно ему поступить. Ну, в лучшем случае такой человек, да, отойдет, как бы скромно промолчит, ничего не скажет, в худшем случае он повертит у виска или начнется скандал. Вот я такие случаи видел. Поэтому, опять же, вот есть такой совет очень мудрый, который обращен всем нам, молодым священникам, первое время стараться молчать. Молчать и ничего не говорить, вот на исповеди. Вот говорить только в редких случаях, когда уж тебя вынуждают на это, и опять же, апеллировать не к своему собственному опыту, а к опыту церковному. Да, допустим, показать вот образец в Евангелии, вот, или у святых отцов. Вот, но вот диалог, свой контакт с людьми на исповеди свести к минимуму, по возможности. Вот, и только потом, когда пройдет какое-то количество времени, там, некоторые говорят, два года, три года, четыре года, вот, тогда уже, ну, можно что-то советовать, исходя из своего опыта. Благочинный, там, настоятель, может быть, моложе приходских священников. Вот, как вы думаете, это правильно? Я думаю, что это нормальная практика, потому что для того, чтобы быть благочинным и быть настоятелем, не обязательно человеку быть, ну, скажем так, духовно зрелым. У человека должен быть административный талант. Ну, это то, что касается наших современных условий. Вот, потому что, да, многие благочиния, вот, и храмы возглавляют молодые священники, которые имеют, допустим, академическое образование, вот, а у них в подчинении находятся священники более опытные, именно духовно опытные, вот, пастыри настоящие. Вот, но у таких молодых священников может быть вот именно жилка, вот, то есть способность, предрасположенность именно к административному руководству. И в этом смысле, конечно, здесь, ну, мне кажется, смущаться не стоит. Конечно, хорошо, когда священник совмещает в себе и административный талант, и такую трезвенность, да, вот, именно духовный талант. Ну, такие случаи, увы, они, ну, очень редки. Вот, а вообще, вот этот вопрос, ну, наверное, это общая проблема наша церковная. Вот, если, допустим, мы возьмем, опять же, афонские монастыри, то есть у них такая традиция. Игумен, вот, это не просто административный лидер, это духовный лидер. Вот, игумен, это в то же время и старец, то есть человек, которому приходят братья на исповедь. И обыкновенно в игумены выбирают именно таких людей. Духовных. Да, духовных лидеров. Вот, допустим, наша монастырская практика, она показывает совсем другое. У нас есть игумен, да, или там наместник, вот, а есть старцы, что называется, это духовники братские. И зачастую вот эти две веточки, они идут параллельно. Вот эти вот две линии административные и духовные. Вот то же самое и на приходах наших, то есть это некий отзыв просто. Вот. Но говорить сразу, что это отрицательный опыт, не стоит, наверное. Потому что у человека может быть не дюжий административный талант. Вот он может вот в силу именно этого таланта понимать многие вещи, которые не понимают даже опытные духовники. Вот. Такие случаи встречаются. Некоторые священники, молодые, чтобы компенсировать недостаток возраста, играют такую роль батюшки, как в театре, там, медленно говорят, там, крестят, медленно, размеренно. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что такая проблема есть. Конечно, если мы посмотрим на того или иного батюшку, вот, молодого, там, на меня, вот в чистом виде этой проблемы не увидеть. То есть нет такого батюшки, который подражает, да, кому-то. Вот. Но тем, наверное, эта проблема глубже, тем она опаснее, тем она сложнее. Что вот эта вот натянутость некая, да, вот это вот такое актерство-позерство, оно очень часто бывает разбавлено с какой-то нашей адекватностью человеческой. Вот. И вроде смотришь, нормальный человек, но вот такие вот струнки какие-то в нем проявляются, оттеночки. Вот. Ну, что по этому поводу сказать? Я думаю, что вот эти вещи, эти черты, они сродни подростковому комплексу. Вот. Точно так же, как подросток желает показаться более таким взрослым, да, вот, более, там, мускулистым. Вот. Вот, юноши качаются в этом возрасте, девочки, там, одевают какие-то такие наряды, которые подчеркивают их женственность, да, которая не раскрылась еще вполне. Вот. То же самое и здесь. Вот. Человек не чувствует в себе вот чего-то, что должно быть в священнике, или это что-то еще в нем не вполне раскрылось. И он пытается, вот, показать, что нет, это на самом деле во мне есть. Вот, смотрите, я вот и говорю так, и думаю так, и так далее. Вот. Но нужно нам, конечно, всегда понимать, что это именно вот, это позерство, да, это подростковый комплекс. Вот. Со временем он должен уйти, я думаю, в лучшем случае, если... Переходный период. Да, это что-то вроде переходного периода. Иногда еще это называется такой обезьяний период. То есть, когда обезьяна, она подражает, вот, она хочет казаться, да, кем-то, вот, то же самое и человек. Не только священник, у любого человека это бывает. Молодой специалист приходит, вот, в какую-то организацию и начинает, вот, делать вид, что на самом деле он знает, он может. Вот, он... Вот. Иногда это похоже на некую ролевую игру. Вот. То есть, вы знаете, вот есть у нас такие толкинисты, допустим, да, они одевают плащи, делают себе мечи, вот, луки, и они погружаются вот в эту вот реальность Средиземья, где идет война вот эта за кольцо. Им интересно жить в такой среде. Вот иногда жизнь священника, ну, к сожалению, она напоминает именно эту ролевую игру. И не только священника, между прочим, но и вообще церковного человека. Для него кажется, что жизнь в церкви — это жизнь по определенным правилам. Да, ты должен носить, там, рясу, ты должен носить бороду определенной длины, волосы определенной длины, вот, ты должен говорить определенными штампами, клише. Вот, и, конечно, это очень печально, потому что, ну, это, это значит, что мы иногда вот не видим этой евангельской сути нашего служения, что здесь главное... Ну, да, это сродни фарисейству. Вот, Христос же нас призывает совсем к другому, да, Христос призывает нас вот к стяжанию любви, вот, и призывает нас к тому, чтобы мы предстояли перед Богом, вот, в любой момент своей жизни. Вот, и если у человека будет вот это предстояние, да, перед Богом, ощущение, что он под Богом ходит, вот, у него появляется, появится настоящее сердечное сокрушение, вот, и настоящая молитва, и он будет знать, когда одеть подрясникому, когда его не одеть, когда ему сказать слово, да, когда ему это слово не сказать. Вот, кстати, из своих таких наблюдений, вот, во время учебы в семинарии, вот, такую вещь заметил, что те люди, которые происходят из церковной среды, вот, для них этот переход от чина мирянского к чину священному, да, он происходит более безболезненно, менее болезненно, менее болезненно. У человека не возникает вопросов, какой длины ему бороду носить, или в каких случаях ему носить подрясник, потому что все эти вопросы были разрешены на опыте его отца, вот, в свое время. Вот, или у него не возникает вопросов, допустим, как вести себя за столом, да, выпить ему рюмочку, там, или бокал пива, или не выпить ему рюмочку, или бокал пива. Вот, то есть человек ведет себя естественно, он ведет себя вот таким, как он есть. И вот мне кажется, что это очень важная вещь вообще, в принципе, при понимании сути священства, кто такой священник. Священник — это не просто вот участник ролевой игры, да, который закончил там учебное заведение, который надеял себя подрясник, у которого борода, который знает, как ответить в любой ситуации. Священник — это человек, которого Господь призвал, и в котором Господь увидел какие-то естественные силы к тому, чтобы быть священником, именно естественные силы. То есть Господь сказал, дорогой, я тебя призвал просто за то, что ты уже такой есть. Вот ты оставайся таким, как ты есть, и ты уже в этом состоянии выполнишь вот ту функцию, то предназначение, которое я на тебя возложил. И вот если человек будет оставаться в этом таком естественном своем состоянии, ну, в хорошем смысле слова «естественном», имеется в виду не греховном, а, допустим, будет жить так, как он жил до принятия священства, вот как добрый христианин, то он выполнит свое предназначение как священника. Вот и не обязательно ему подчеркивать лишний раз свое священство, там, требованием того, чтобы к нему обращались как отец, допустим, или чтобы ему целовали руку, вот, или требованием к своему внешнему виду, чтобы бороду подлинче, волосы подлинче, словеса послаще. Священнику не нужно придумывать какие-то костыли, вот, для того, чтобы исполнять свое священническое служение. Вот он исполнит свое священническое служение уже по факту того, что он рукоположенный человек, на нем пребывает благодать Божия. Ему просто нужно оставаться добрым христианином и лишний раз не выпячивать свое священство, не подчеркивать его. Вот иначе мы будем иметь и вот этот феномен благостарчества, и вот этот менторский тон, который ставит дистанцию между священником и между прихожанами, и вот остальные все вот нехорошие последствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok